Истворение святителя Иоанна Златоуста, беседы на книгу Бытия. Не будем никогда винить дьявола, но всегда свою беспечную волю. И это я говорю не с тем, чтобы его освободить от вины. Да не будет! Он ходит, как хищный лев, рыча ища кого поглотить. Я хочу только, чтобы мы вели себя осторожнее, чтобы не считали себя невиновными, когда так легко склоняемся к греху и не говорили этих пустых слов. Для чего Бог оставил этого лукавого дьявола, чтобы он обольщал и губил нас? Это слова величайшего неразумия. А ты рассуждай так. Бог оставил его для того, особенно, чтобы мы, побуждаемые страхом и ожидая нападения врага, непрестанно бдели и бодрствовали, облегчая труд добродетели надеждой наград и ожиданием вечных и неизреченных благ. И чему удивишься, что он оставил дьявола по своей попечительности о нашем спасении, для того, чтобы пробуждать нашу беспечность и доставлять нам повод к получению венцов. Он самую гиену готов для того, чтобы страх наказания и нестерпимая тяжесть мучений побуждали нас стремиться к Царствию. Видишь, премудрое человеколюбие Господа. Видишь, как он употребляет все меры к тому, чтобы не только спасти созданных им, но и удостоить неизреченных благ. Для того он и даровал нам свободную волю, и вложил в природу и в совесть нашу познание зла и добродетели, и попустил бы дьяволу и угрожает гиенную, чтобы мы не испытали гиенны, но получили царствие. И что удивишься, что он употребил все эти и весьма многие другие меры для этой цели. Сын в лоне отчим благоизволил принят образ раба и испытать все прочее, относящееся до тела. Родился от жены и произошел от девы. Девять месяцев был носим во чреве, по вид пеленами, почитал отцом своим Иосифа, обручника Марии. Возрастал мало-помалу, был обрезан и принесен, и принес жертву. Алкал, жаждал и утомлялся, а, наконец, претерпел и смерть, смерть необыкновенную, но почитавшуюся самую позорную, то есть смерть крестную. И все это для нас и нашего спасения потерпел творец всяческих, неизменяемый. Все приведшее из небытия в бытие, презирая на землю, и она трясется, блеск славы которого не могут зреть и херувимы, эти бесплотные силы. Но, отвращая лица свои, закрывая их крыльями, свидетельствует нам о чуде, которого непрестанно хвалят ангелы, архангелы и тьмы тем духов. Он ради нас и нашего спасения благоволил соделаться человеком и открыл нам путь доброй жизни и преподал достаточное наставление тем, что сам прошел этим путем, восприяв одинаковое с нами естество. Но, какое же останется нам оправдание, если мы после того, как столько уже совершено для нашего спасения, сами сделаем все это бесполезным для нас и своим нерадением о том лишимся спасения. Поэтому, прошу, будем бдительны и не станем безрассудно следовать обычаю других. Но, каждый день будем испытывать свою жизнь и смотреть, в чем мы согрешили и что сделали доброго. И таким образом исправлять свои согрешения, дабы нам стяжать и Вышнюю милость, и быть угодными Богу, как этот праведник Ной, и получить Царство Небесное, благодатью человеколюбим, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, честь держава, ныне и призна, и во веки веков. Аминь.